Сегодня мы будем говорить о послеродовом пролапсе и самый первый вопрос нужно ли лечить послеродовый пролапс понятно что мы сталкиваемся с этой проблемой очень часто и акушеры задают себе вопрос проводить или не проводить различные кушерские мероприятия в виде эпизиотомии выбирать способы родоразрешения горизонтальные или вертикальные да есть статистики статистики говорят о том что родовые материнский травматизм достигает 15 процентов всех родов и этот травматизм необходим нет нет травматизм необходимо корректировать после родов и в первый после операции ближайшие после операционный период так скажем да после родовый период и в отдаленные после родовый период и естественно сначала с этим просто этой проблемой сталкиваются акушеры проводя осмотр родовых путей проводя различные ушивания малых половых губ стенок влагалища шейки матки а после этого пациента приходит к гинекологу моблаторно-приклиническое звено и соответственно сталкиваются уже с проблемами отдаленных результатов этих разрывов этих ушиваний и так далее частота после родовых материнских травматизм разрывов естественно выше у первородящих и причем выше в два-три раза по сравнению с повторно родящими женщинами в данной ситуации основные повреждения это повреждение промежности это малые половые губы которые иногда не ушиваются или ушиваются различными способами это могут быть сочетанные травмы промежности или же и трогенные причины в виде эпидиоперинеотомии следствие крупного плода следствие тяжелых родов следствие застоя головки малого малом тазу данной ситуации все эти травмы приводят к серьезным проблемам после родового периода и к необходимости их реализации причинами естественно основными причинами является это ригидности тканей родовых путей ригидность ткани это значит неподготовленность пациентки девушки к родам через естественно родовые пути невозможность понимания как ей нужно проводить род разрешение как ей нужно тужиться когда ей нужно перестать дышать перестать тужиться соответственно по причине отсутствия контроля между пациентом между матерью между ребенком и акушером возникают различные способы травм возможных травм так вот основная идея это подготовить девушек к этим родам и основной нашей задачей является подготовка именно на предгравидарном уровне все остальное это естественно проблемы связанные с родами самим самим процессом родов это естественно возможные рубцы после предыдущих родов это какие-то акушерские вмешательства травмы связанные с агрессией родовой акушерской агрессией это естественно не выявлены анатомические узкий таз клинические узкий таз и различные формы положение плода в родах это конечно же крупный плод это быстрые и стремительные роды неправильное оказание кушерской помощи и пособия понятно она есть но мы сегодня об этом не будем говорить и заострять на это внимание здесь уже больше вопросов к к кушерам и так что же мы можем в отношении послеродового периода девушка разрешилась у нее есть ранний послеродовый период и поздний послеродовый период чаще всего в послеродовом периоде врач акушер гинеколог не назначает никакой реабилитации в отношении реабилитации тазового дна неважно были ли у нее разрывы собственные или ретрогенные были ли ушивания мы фокус внимания весь направляем на ребенка забывая о том что это тазовое дно требует определенного внимания и в этом фокусе очень хочется достичь так скажем единого мнения с позиции врача акушера гинеколога амбулаторного звена и врача акушера гинеколога роддома для того чтобы прийти к общему знаменателю и говорить на одном языке с пациентом говорить на одном языке с участниками этого процесса для того чтобы уже отсроченные периоды в отсроченные периоды послеродовые мы не сталкивались с возможностями реконструктивно-пластических операций с возможностями проведения каких-либо консервативных или мини инвазивных процедур направленных на реабилитацию дисфункции тазового дна на лечение дисфункции связаны естественно чаще всего с родами и так если мы будем говорить о том что мы должны что мы должны идти так скажем вместе и к этой проблеме относиться в команде то на наш взгляд мы должны прибегать к возможности раннего ранней реабилитации послеродовом периоде и назначать сразу же различные формы реабилитационных мероприятий при выписке из роддома какие же это реабилитационные мероприятия если мы говорим о возникновении причин да вот вас логических родов то понятно мы говорим о реабилитации послеродовых швов послеродовых рубцов и в данной ситуации единое мнение европейская и единое мнение надеюсь скоро будет всероссийская это реабилитация при выписке на сразу на третье и пятые сутки после родов ношение различных форм например кубических писариев позволяющих разгрузить тазовую диафрагму для того чтобы снизить давление давление тазового дна перерастянутых фасций на ту зону расширенную зону или измененную зону после родов на которую нужно обратить внимание и так если мы говорим о том чтобы снизить агрессию со стороны тазовой диафрагмы например на родовые пути вне каких-либо разрывов вне после операционных швов то в данной ситуации ношение кубических писариев возможно с извлечением эвакуации этих кубических писариев раз в три дня например по рекомендациям немецких врачей данные данное ношение позволяет не эвакуировать кубические писари перфорированы естественно чтобы не было застоя лохи в течение аж 21 дня но конечно у нас немножко есть определенные страхи в отношении длительного ношения инородного тела хоть и белка биоинертного по отношению к слизистым по отношению к родовым путям поэтому мы рекомендуем эвакуировать данный вид при приспособлений от трех до семи дней в среднем это три-четыре дня с дальнейшей обработкой и с самостоятельной установкой кубического писария перфорированного во влагалище при различных формах травм родовых связанных с наложением швов в данной ситуации возможно возможно эвакуация самостоятельная или же если невозможно самостоятельно эвакуировать кубический писарий то естественно необходимость возникает в посещении врача к шерогинеколога на поликлиническом звене в данной ситуации мы обрабатываем швы мы эвакуируем врач к шерогинеколог поликлинического звена эвакуирует кубический писарий обрабатывает его дальнейшем обрабатывает либо различными антисептиками или мазями содержащими противовоспалительные средства на или же дополнительно обрабатывать любрикантом и устанавливает данные приспособления с минимальной травматизации для пациентки для родовых путей естественно конечно мы понимаем что тяжело иногда порой приехать пациентки в поликлинику поскольку естественно у нее идет ближайший послеродовый период и необходимо не только думать об этом но и заботиться о ребенке лактации и так далее но в данной ситуации к сожалению избежать этого никак нельзя и мы обязательно требуем посещение врача шерогинеколога чем чаще будут эти посещения тем меньше будет рисков и быстрее будет период реабилитации дальше спустя 6 8 недель естественно пациентка приходит на контроль где мы проводим есть стандартное ультразвуковое исследование смотрим состояние матки состояние инволюции тазового дна состояние инволюции матки состояние после операционных послеродовых рубцов состояние стенок влагалища данной ситуации пациентке уже рекомендуется мы уже видим что лохи перестали идти мы уже видим что появились обычные слизистые выделения естественно контролируем ситуацию и разрешаем возвращаем ее к нормальному образу жизни здесь возникает вопрос необходимости дальнейшей реабилитации дальнейших проведений каких-либо реабилитационных мероприятий направленных на восстановление полностью тазовой функции в некоторых случаях мы можем продолжить реабилитацию с использованием ношения кубического писария правильно подобранного после родовом периоде в данной ситуации объем размеры кубического писария уже будут иными нежели это эти размеры были назначены сразу после родов поскольку естественно диастаз тазового тазовых органов более выражен и сразу после родов мы назначаем достаточно большие размеры до 4 5 размер максимальный 5 после реабилитации спустя 6 8 недель на повторном на контрольном осмотре мы уже можем назначить ношение кубического писария 3 3 формы или 2 даже иногда для того чтобы спрофилактировать возможные риски и осложнений связанных с подтекание мочей с различными формами несостоятельности передней фасции и задней фасции естественно она поднимает тяжести поднимает ребенка коляску то есть чтобы не было агрессивного воздействия извне на тазовую диафрагму в течение дня она должна обязательно ходить с данными приспособлениями почему мы выбираем также перфорированные писарии кубические потому что естественно различные выделения могут быть причинами каких-либо форм воспалительных процессов изменения биоциноза влагалища помимо этого кубические писарии перфорированные более мягкие по своему составу по сравнению с неперфорированными в данной ситуации конечно для более выраженного комфорта пациентке мы выбираем именно данные представления когда пациентка начинает жить половой жизнью когда она возвращается к естественному состоянию естественному образу жизни у нее могут возникнуть различные симптомы симптомы связанные с диастазом мышц тазового дна с перерастяжением связочного аппарата с различными неприятными ощущениями связанными с рубцовыми деформациями с рубцовой деформации малых половых губ задней спайки стенок улагалища опять же по причине и трогенных и собственных разрывов естественно мы анкетируем таких пациенток проводим анкету стандартная все фиа и сексуальной дисфункции опросники на диастаз мышц проводим опросники на недержание мочи поскольку ближайшие после родовом периоде в отдаленном после родовом периоде у нее может сохраняться симптоматика стрессовой инконтиненции при тяжелой физической нагрузке или при прыжках при смехе при кашле это физиологично и данные симптомы должны уйти спустя примерно три месяца после родов через естественно родовые пути но симптоматика всех перечисленных ее жалоб позволяет нам дополнить наши реабилитации и какие эти реабилитации на что они направлены если мы видим по анкетированию что у нее есть симптомы вагинальное снижение чувствительности снижение появления сухости появление сухости при плавом контакте или сухости вне плавоконтакта при движении если мы видим появление более так называемые диспарионии вследствие различных хрупцовых деформаций или же возможные анаргазмии или олигооргазмии снижение качества сексуальной функции в виде снижения клиторального оргазма или полностью его отсутствие или же вследствие растяжения передней стенки влагалища или травмы передней стенки влагалища мы видим снижение или отсутствие вагинального оргазма или комплексных оргазмических функций то мы назначаем различные формы и аппетитационных мероприятий что на что направлены эти реабилитационные мероприятия естественно мы должны убрать диастаз мы должны восстановить иннервацию мы должны восстановить кровоснабжение данных данные данных органов то есть для этого мы подбираем комбинированные комплексные мероприятия, которые могут улучшить качество жизни женщины. Какие же это мероприятия? У меня, ага, все, прошу прощения. Консервативные методики, направленные на профилактику тазовых диастазов, это, помимо ношения кубического писария, как профилактическое, то есть сейчас мы говорим уже о тренировках, они могут быть домашними, могут быть амбулаторными. Естественно, выбирая между амбулаторными и домашними тренировками в данной ситуации, мы говорим о том, что девушка в послеродовом периоде редко может посещать врача-кошерогинеколога, поэтому чаще всего мы переводим ее на домашние тренировки. Естественно, проводя перенеометрию с помощью пульсового исследования, если не специального перенеометра, или же с помощью специального амбулаторного перенеометра аппарата, позволяющего исследовать перенеометрию, мы выбираем между электромиостимуляцией как первым этапом и тренировками межтазового дна с использованием специальных тренажеров. В данной ситуации, выбрав этапность тренировок, мы назначаем пациентке ту или иную форму реабилитации. Если мы говорим про электромиостимуляцию, то в данной ситуации мы назначаем ее ежедневно по 15-20 минут с максимальной силой тока не более 70 мА, для того, чтобы энергия не переходила на смежные органы, чтобы не было влияния на лактацию, поскольку доказанная сила тока, действующая на орган в рамках 70 мА, не переходит на смежные ткани и органы, что позволяет нам спокойно работать в этой среде, не боясь каких-либо осложнений. Ежедневная электромиостимуляция позволяет восстановить ей тазовую диафрагму, восстановить иннервацию кровоснабжения и понимание, какие дальнейшие мероприятия, какие дальнейшие сокращения необходимы для того, чтобы восстановить тазовое дно. Спустя месяц-полтора месяца после электромиостимуляции ежедневных подходов в домашних условиях, мы переходим на, опять же, проводим контрольную перенеометрию либо с помощью пульцевого исследования, либо с помощью специального аппарата, переводим ее на бостерапию, биологическую обратную связь. Биологическая обратная связь возможна в двух режимах. Режим первый – это статические тренировки, режим второй – это динамические тренировки. Что такое статические и динамические тренировки? Статическая тренировка – это удержание груза во влагалище для того, чтобы, во-первых, почувствовать силу своих мышц, во-вторых, вызвать рефлекторное сокращение и, безусловно, рефлекс при каких-либо формах повышения массы, повышения тонуса во влагалище. Например, если пациентка будет проводить, если будет пациентка поднимать тяжести или будет чихать, кашлять, смеяться, в данной ситуации мы вырабатываем у нее, безусловно, сокращение тазовой диафрагмы в процессе этих гипернагрузок. Что позволяет нам и ей, естественно, удержать и мочу, и спрофилактировать различные формы диастаза, перерастяжение передней и задней стенок влагалища. Статические тренировки проводятся со специальными тренажерами. Поэтапное воздействие на стенки влагалища с различными массами позволяет, не приводит к осложнению в виде боли при половом контакте, в виде неприятных ощущений при мочи и спускании, поскольку мы поэтапно назначаем различные модели по своей массе, в зависимости от подготовленности пациентки, переводим ее на следующий уровень тяжести этих влагалищных тренажеров. И динамические тренажеры – это тренажеры, когда пациентка работает с мышцей влагалища постоянно, сокращая и расслабляя ее через сопротивление, через либо раздутую помпу, воздушную влагалищную помпу, либо через сжатие или разжатие специального кегеля, который передает сигнал на различные внешние устройства для того, чтобы пациентка была мотивирована и видела, насколько сильно у нее идет сокращение этой тазовой функции. В идеале тренировки БОСТ-терапии с биологической обратной связью должны быть в комплексе с динамическими и статическими тренировками, но, естественно, здесь уже возможности и временные, и финансовые, поэтому выбор должен делаться самой пациенткой, но как врачи мы должны рекомендовать и комплексные тренировки, и динамика, и статика для того, чтобы формировался тонус мышц и для того, чтобы формировался, так скажем, биофидбэк, то есть формировался безусловный рефлекс сокращения при какой-либо гипернагрузке, не связанной с тренировками. В идеале добавлять различные формы занятий, направленных на тазовую дисфункцию, на тренировки мышц тазового дна. Естественно, первое время это могут быть тренировки и онлайн-обучение, тренировки с фитболами, с мячами, направленные на восстановление тазовой дисфункции, специальные различные есть сейчас вебинары, проводимые через интернет, то есть пациентка может не выходить из дома, а тренироваться с мячом, с фитболом или же проводить различные растяжки для того, чтобы сокращать тазовую диафрагму и укреплять ее. Также различные возможные хождения на групповые занятия по возможности, это акваэробика, это танцы в виде танцев живота, групповые занятия, восточные танцы, которые также помогают укрепить тазовую функцию мышц тазового дна с дальнейшей реабилитацией и дальнейшей профилактикой. На фотографии мы видим первый этап электроминевостимуляции, который можно избежать, если у пациентки есть правильное понимание сокращения мышц тазового дна. Опять же, если она прошла грамотно предоперационную, предкрепидарную подготовку и ей нужно всего лишь укрепить перерастянутые мышцы, то иногда мы первый этап электроминевостимуляции перескакиваем. Но если вдруг у нее происходит отсутствие понимания сократительной активности, а это бывает и при донервации, например, при собственных разрывах или после эпидиоперенеотомии, то в данной ситуации в обязательном порядке мы проводим электроминевостимуляции. На экране мы видим различные электротренажеры, которые позволяют нам воспользоваться этим этапом реабилитации на амбулаторном звене и на домашнем этапе. Второй этап – это динамические тренировки. Вот на экране мы видим также амбулаторное звено позволяет с помощью специальных аппаратов сокращать мышцы тазового дна с визуализацией на экране, а в домашних условиях мы используем, как я уже говорил, специальные тренажеры, которые позволяют ей самостоятельно мотивироваться, визуализируя данные сократительной активности мышц на экране либо датчика, либо различных гаджетов, либо телефона, либо планшета, подключенного к специальному аппарату кегельболу. И второй этап статической тренировки – это различные грузы по своей массе, которые устанавливаются во влагалище, выдерживаются во влагалище, и тем самым формируется понимание, как выработка безусловного рефлекса в отношении удержания тазовой диафрагмы в процессе гипернагрузки, в процессе кашля, поднятия тяжести, чихания или каких-либо прыжков. С точки зрения комбинированных тренировок групповых, на экране мы видим это специальные упражнения пилатеса, это аквафитнес, акваэробика, она может ходить на специальные тренировки, позволяющие укреплять тазовую диафрагму. Также продолжаем ношение кубического писария, естественно, помним о снижении размера на размерной линии, естественно, она может реагировать и сама понимать, что на каком-то этапе кубический писарий уже ей велик, появляются различные неприятные ощущения при установке или при ношении, или же появляются возможные симптомы нарушения мочи спускания, когда она говорит о том, что жалобы появляются на неприятные боли, возможные при моче спускании, или же задержку моче спускания, то мы понимаем, что размер уже и не подходит, и подбираем уже более, размеры более низкого по своей линейке. В дальнейшем кубические писарии удаляются, и пациентка, скажем, приходит в общие качества своей жизни и восстанавливается в полном объеме. Ну, небольшая видеозарисовка, что мы видим после родов, при кашле и чихании, естественно, происходит подтекание мочи. Как я уже повторился, в данной ситуации это может сохраняться вне тренировок до 4-6 месяцев, при тренировках и при профилактике до 3 месяцев после родового периода. С точки зрения мировых исследований, существуют различные исследования по реабилитации мышц тазового дна, и эти исследования есть в открытом доступе в Кахрейне, посмотрите, пожалуйста, если никому интересно. Исследования говорят о том, что реабилитация необходима, и качество реабилитации позволяет нам избежать различных форм оперативного вмешательства в отдаленном периоде, также различных послеродовых и во время родов растяжений и появления рубцов при повторных родоразрешениях. То есть, в данной ситуации мы говорим на одном языке по мировой тактике о необходимости использования данных реабилитационных мероприятий, это ношение кубического писария в послеродовом периоде и профилактика в отдаленном периоде в виде реабилитационных мероприятий первой и второй фазы. Вот пример исследования, подтверждающие эффективность лечения стрессовой инконтиненции в послеродовом периоде, говорящие о том, что эффективность тренировок с использованием влагалищных конусов позволяет нам назначать эти методы коррекции у женщин с выявлением данной патологии. Видеозарисовку вы уже только что видели. Немножко практических клинических таких вариантов. Девушка 36 лет, старые роды через, естественно, родовые пути, визуальные изменения. Мы видим и диастаз мышц, мы видим зияние половой щели, мы видим инвулятивные изменения, ушедшие большие половые губы, ушедшие под кожевую клетчатку. Естественно, ее личные жалобы, это симптомы сухости, снижения чувствительности, различные выделения, частые рецидивирующие бактериальные вагинозы вследствие зияния половой щели, необходимы репетиционные мероприятия. В данной ситуации мы проводим комбинированные мероприятия и выставляя диагноз зияние половой щели, нестаятельность мышц тазового дна, нулевой степени. Во-первых, сухость влагалища, ксироз ульва, снижение оргазмической функции, олигооргазмия, липодистрофия больших половых губ. Назначаем комбинированное лечение. Это лечение с использованием фракционного фототермолиза лазерными технологиями, это биоритализация с использованием гиалуроновой кислоты нативной, это восполнение объемобразующим средством больших половых губ и, конечно же, реабилитационные мероприятия, о которых я только что говорил, это электромиостимуляция первым этапом для понимания чувствительности восстановления иннервации зоны тазовой диафрагмы и на втором этапе в течение четырех месяцев тренировки мышц тазового дна. Через четыре месяца мы видим вот такую картину с правой стороны, полностью восстановилось тазовое дно, улучшилась сексуальная функция, закрыло преддверие влагалища, снизились все сексуальные девиации, нарушения, восстановилась оргазмическая функция. То есть в данной ситуации комбинированное лечение возможно. Но если мы будем вовремя назначать послеродовые терапии, реабилитации, то иногда даже такие пациентки не приходят нам на комбинированное лечение, а все это возможно в условиях домашних тренировок. Мне такая сегодня вводная короткая лекция, и я надеюсь, что в дальнейшем мы будем уже расширять вопросы, связанные с реабилитационными мероприятиями сразу после родов. И сейчас, возвращаясь к первому слайду, к вопросу, а нужны ли послеродовые мероприятия, я хотел бы с вами провести некую дискуссию. К сожалению, мы не можем визуализировать вас, но я могу отвечать на ваши вопросы. Так, у нас появились вопросы. Скажите, пожалуйста, какие возможности подготовки беременной женщины к родам на амбулаторном этапе? Спасибо, Мария Ткареновна. Значит, на амбулаторном этапе с целью предкредитационной подготовки мы проводим различные способы коррекции. Это, естественно, групповые занятия. Групповые занятия, направленные на правильное родоразрешение через, естественно, родовые пути. Растяжимость мышц тазового дна. Также пациентка в домашних условиях может проводить растяжение влагалища с помощью, естественно, работы с различными маслами. Растяжение можно проводить на любом периоде беременности. То есть, не обязательно с 30-й, с 35-й недели мы проводим эти растяжения влагалища. Ну, я думаю, что мы все знаем, да, эту практику растяжения задней стенки влагалища, когда пациентка в душе или в каком-то удобном для себя положении проводит такие профилактические мероприятия, обработав стенку влагалища либо маслом, либо специальным кремом, либо любрикантом на водной основе проводит тракции в область прямой кишки, такие маятникообразные покачивающие движения для того, чтобы была лучшая растяжимость стенок влагалища, для того, чтобы не было никаких проблем разрывов наружных половых органов. С точки зрения подготовки мышц тазового дна мы должны пациентке, мы должны пациентку научить чувствовать эти мышцы. Очень частая проблема, когда пациентка не понимает, что как ей сокращать тазовую диафрагму. В данной ситуации очень можно легко провести пробы, то есть мы пациентку просим в процессе гинекологического осмотра сократить мышцы влагалища, как будто бы остановить поток мочеиспускания. Для этого мы кладем руку на переднюю стенку живота, переднюю брюшную стенку. Соответственно, пальцевое исследование, два пальца во влагалище, чувствуют мышцы диафрагмы, просим пациентку сжать мышцы тазового дна. Если пациентка сжимает бедра, сжимает ягодичные мышцы, тужится прессом и при этом не происходит никаких сокращений влагалища, значит, это точно пациентка, которой необходимо проводить двухэтапное лечение, двухэтапная реабилитация в виде первого этапа электромиостимуляции, когда мы ее учим, обучаем с помощью импульсов электрода проводить сократительную активность этой тазовой диафрагмы. И в дальнейшем, когда мы ее вызываем на повторный прием, когда мы смотрим, опять же, такую же перенеометрию проводим и видим, что она уже может сокращать тазовую диафрагму, но, например, она сокращает мышцы тазовой диафрагмы одновременно с мышцами антагонистами, с мышцами передней брюшной стенки, с мышцами ягодичными или бедрами, в данной ситуации мы обязательно должны это проговаривать с ней и обучать ее, чтобы она сокращала только тазовую диафрагму. То есть, в данной ситуации мы опять пролонгируем ей на неопределенно на период полмесяца или месяц. Первый этап тренировок – это реабилитация с помощью электромиостимуляторов, когда вне ее волевого желания, без ее каких-либо сократительной активности мышц происходит передача импульса электричества и сокращается тазовая диафрагма. Это может быть электромиостимуляция, это может быть магнитная стимуляция специальным аппаратом в амбулаторном периоде, когда пациентка использует специальное кресло и не раздеваясь проходит эти тренировки двадцатиминутные, которые позволяют ей почувствовать тазовую диафрагму, сократительную активность этих мышц, то есть безволевое участие. Как только мы понимаем при перенеометрии, что пациентка может сокращать мышцы тазового дна и она может сокращать их вне активности мышц антагонистов, когда передняя брюшная стенка спокойная, когда мышцы ягодичные, расслабленные, бедра не сводятся и она сокращает тазовую диафрагму только локально с сжатием и вы это чувствуете, естественно, при пульцевом исследовании, тогда мы можем рекомендовать, но при этом это может быть слабая сократительная активность, тогда мы можем уже назначать реабилитацию второго этапа, это тренировки мышц тазового дна с использованием динамических и статических тренажеров. Таким образом, она может проходить предграбитарную подготовку, она может также тренироваться с помощью аппаратов второго этапа даже во время беременности при исключении различных форм каких-то угроз прерывания беременности. Естественно, мы понимаем, что тренажеры могут быть использованы только при исключении угроз, но опять же в международной практике и в практике мы ориентируемся на врачей чаще всего из Германии, поскольку у них, так скажем, больший опыт и по ношению кубических писариев, и по реабилитации с использованием немецких влагальничных конусов. Так вот, назначение происходит до 35 недели при исключении каких-либо форм угрозы прерывания беременности. В данной ситуации пациентка уже понимает свои мышцы и помогает в родах правильному биомеханизму родов, понимая, когда нужно расслабиться, когда нужно потужиться и так далее. То есть, нивелирует, возможно, итрогенные формы агрессивных акушеров в отношении каких-либо агрессий со стороны разрывов, разрезов и пизиоперенеотомий. Следующий вопрос. Все-таки не пойму, как можно ставить писарий после родов при наличии лохи. Вот куда мы и упираемся, что многие врачи боятся инородных тел влагалище, думая, что мы можем вызвать различные формы эндометритов. Поскольку мы говорим о том, что здесь кубический писарий из медицинского силикона перфорированный, то есть, у него нет возможности застоя лохий, этот силикон абсолютно биоинертный и не вызывает никаких воспалительных процессов. Естественно, если мы его не будем обрабатывать какими-то любрикантами, вызывающими аллергию, да, мы будем обрабатывать его любрикантом на водной основе, без задушин, без ароматизаторов или же различными мазями, например, леомиколем при каких-то разрывах мелких или наложенных швах, никаких застоев лохи не будет. Поэтому в данной ситуации, опять же, вот в практике немецкое назначение писария в кубических послеродов без, я повторюсь, без удаления на 21 день. Естественно, мы, конечно, пока, может быть, еще боимся назначать без эвакуации на 21 день, но все равно даем такой пациентке ношение кубического писария с эвакуацией от 3 до 4 дней или максимум до 7 дней. Она может удалять его ежедневно, на ночь удаляя его, обрабатывая проточной водой, на утро устанавливая заново. Но, опять же, если у нее есть некие разрывы или же швы, то, чтобы не травмировать слизистую преддверие влагалища, мы рекомендуем чуть более длительное ношение. Но, опять же, повторюсь, никаких застоев лохи нет и в этой ситуации быть не может, поскольку этот тренажер, прошу не вызывает застоя, поскольку он перфорирован, и у него много фотографий, вы видели перфорационных окон, через которые проходят любые выделения, те же и кровянистые, и те же слизистые. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, как правило, сколько необходимо курсов лазер-терапии для восстановления мышц тазового дна при невыраженном опущении, и насколько длительный эффект может ожидать? Просто технологии достаточно дорогостоящие, и пациентки часто интересуются, эффективны ли они. В этой ситуации, как я уже повторялся неоднократно, эффективны только комбинированные техники воздействия на тазовое дно. Монотерапия лазерная не будет столь эффективна в отношении реабилитации тазового дна, даже если это нулевая первая степень нестоятельности мышц передней задней стенки, или же стрессовой инконтиненции в легкой степени. Только комбинированные тренировки позволяют восстановить эту функцию. Почему? Потому что лазер, он работает в режиме физиотерапии, то есть он не обладает хирургическими способами, именно я говорю сейчас про фракционный фототермолиз, про эту технику. Мы не вызываем фиброзы тканей, мы вызываем физиотерапевтические воздействия происходят, и мы вызываем стимуляцию собственного эластина, привлечение сюда собственного коллагена и гиалуроновой собственной кислоты для нормализации трофики в этой зоне, для нормализации иннервации в этой зоне и для становления некого плацдарма, фундамента для дальнейшего продолжения воздействия на тазовую диафрагму. То есть монотерапия лазером не будет эффективна, она будет эффективна, ну не на какие-то там высокие проценты, эффективность может быть 10-15 процентов максимум при монотерапии. А в комбинированной терапии эффективность возрастает до 70-80 процентов при правильном подходе, при правильном назначении алгоритма воздействия и естественно при мотивации самой пациенткой, потому что чаще всего мы сталкиваемся с отсутствием эффекта в отношении просто отсутствия мотивации у пациента, когда она приобретает тренажеры и кладет их на полку, забывая про то, что нужно ежедневно тренироваться. Сколько подходов? По лазеротерапии мы воздействуем на слизистую с помощью трех сеансов ежемесячно, один раз в месяц и эффективность в комбинированной, опять же повторюсь, терапии будет около года, то есть в течение года она к нам не возвращается и на контроль она приходит, на лазеротерапию она приходит на следующий год для просто профилактических мероприятий, для улучшения трофики, опять же для стимуляции микроциркуляции в этой зоне. То есть в этой ситуации опять же давайте такие вот выделим моменты, это комбинированные техники, комбинированные методы и отсутствие агрессии, то есть не реже, чем раз в месяц проведения лазеротерапии, поскольку мы помним о том, что неофасеогенез формируется в течение 28 дней не ранее. Скажите, пожалуйста, какие миостимуляторы вы советуете пациенткам и через какое время оцениваете результативность? Миостимуляторы существуют, если мы говорим про домашние, это миостимуляторы, например, Эмбоджин, сертифицированные как специальные тренажеры для тренировки мышц тазового дна, что тоже немаловажно, поскольку есть миостимуляторы в секс-шоповских магазинах, они не сертифицированы как тренажеры, они сертифицированы как девайсы для улучшения сексуальных функций. Результативность мы оцениваем через месяц-полтора месяца, проводим контрольную перенеометрию и дальше назначаем второй этап. Без второго этапа, без реабилитации с помощью уже ее динамических или статических тренировок, то есть без биологически обратной связи, эффективность не будет опять же полноценной. То есть я возвращаюсь к вопросу комбинированных техник воздействия на тазовое дно, потому что в монотерапии электромиостимуляция это всего лишь воздействие извне, без ее волевого воздействия на мышцы тазового дна. Будет эффект, но он не будет такой выраженный, если у нас не будет комбинированных методик. Можно ли еще раз показать ваш телефон? Это уже к вопросу наших коллег, я думаю, что в конце нашего вебинара обязательно покажут телефон. Аппараты для электромиостимуляции, где ее привезти и какие? Ну этот вопрос опять же я уже только что ответил, если у меня стимуляция в домашних условиях, я использую чаще всего Эмбаджин, это тренажер, который сертифицирован для тренировок мышц тазового дна. Какие методики лазеротерапии используете в практике чаще всего? Как относитесь к антимолейс, а инконтилейс? Я вопрос не очень корректно понимаю, может быть, что такое, какие методики лазеротерапии. У нас есть различные, во-первых, лазерные аппараты. Как мы знаем, на рынке Российской Федерации существуют два вида лазеротерапии, это эрбиовый лазер и СО2 лазер. В отношении разницы между этими двумя силами и так называемыми методами СО2 и эрбиового лазера, разницы как таковой нет по эффективности. Опять же, в рамках протоколов в ведении пациентов на СО2 лазере, в рамках протокола, выданного компаниями по ведению пациентов с эрбиовым лазером, у нас эффективность будет и там, и там одинаковая. Если мы работаем в рамках этого протокола, который выдается в определенной компании, с определенными лазерами. По стандартам и там, и там мы используем стандарты раз в месяц. Профилактику, опять же, повторюсь, три сеанса, может быть иногда четыре, но в редких случаях и повтор через полгода или через год, но чаще всего через год. Поэтому отношение к лазеротерапии у меня хорошее в комбинированной терапии, в комбинированных методах. Как можно начинать работать с рубцом на промерности после родов, чтобы исключить болезненность и деформацию? Если мы восстанавливаем эластичность слизистой влагалища ткани наружно-половых органов, то мы, конечно, подходим к вопросу эластичности рубца. В данной ситуации комбинированное воздействие и фракционным лазером на рубец для улучшения эластичности его, воздействие либо собственной плазмы, аутоплазмы, так называемой PRP, либо воздействие с помощью нативной гиалуроновой кислоты, нестабилизированной гиалуроновой кислоты для улучшения трофики в этой зоне, для улучшения репаративных форм реабилитации в этой зоне. Обязательно назначаем, естественно, различные препараты, которые снижают риски развития гипертрофированных рубцов, келоидных рубцов. То есть, опять же, комбинированное лечение возможно в физиотерапевтические процедуры в условиях амбулаторно-проклинического звена – это и электромиостимуляция, это магнитолазерная терапия, прогревание. То есть, в данной ситуации комбинируем такие техники по возможности пациентки и по возможности конкретного учреждения. Есть возможность лазеротерапии, есть возможность физиотерапевтических процедур – welcome. Добавляем сюда тренировки, улучшаем эластичность с помощью собственных тренировок в домашних условиях. На какие сутки можно ставить писарий после родов? Мы рекомендуем сразу после выписки из роддома, это стандартно 3-5 сутки после родов. Тем более, мы понимаем, что самые активные лохи идут вот эти первые трое суток, дальше уже все идет на уголь до 7-8 дней. Поэтому сразу после рода пациентка может уже приобретать данные девайсы и самостоятельно их устанавливать при возможности. Если не может самостоятельно, то приходит к врачу либо к акушеру-гинекологу амбулаторного звена, либо перед выпиской акушер-гинеколог в роддоме устанавливает его. Где можно приобрести кубические писарии? Я думаю, что опять же эти девайсы есть в интернете, вы можете заказать их у компании, которая является дистрибьютором на российском рынке. Проблем никаких нет, доступность, открытость есть. Если вы хотите, с вами свяжутся представители компании, если вы разрешите оставить свои координаты или оставить их представителям ОМК. Как вы относитесь к лечению вагинальными нитями? К лечению вагинальными нитями я отношусь хорошо. Если есть на это показания, мы обязательно устанавливаем вагинальные нити, поскольку данные методики являются мини-инвазивными. Мы проводим данные процедуры в условиях однодневного стационара. Замечательная эффективность их в сравнении с оперативным вмешательством. На весах лежат вагинальные нити, но на других весах лежит задняя кольпорофия. Это уже полноценная операция под общим наркозом, а вагинальные нити – это мини-инвазивная процедура под местной анестезией. В рамках профилактики, если пациентка планирует в дальнейшие роды, естественно, пластика задняя с помощью полноценной задней кольпорофии более опасна в отношении разрывов по рубцам. И в рамках введения таких пациентов с зияющей половой щелью мы рекомендуем ей наложение вагинальных нитей. Да, это временный эффект, это эффект от 6 месяцев до полутора лет, в зависимости от индивидуальных особенностей, от ее каких-либо метаболических процессов, высвобождения, растворения этих нитей до различных форм физиопроцедур, назначенных ей, или же до каких-то просто общих образов жизни. Да, это активная половая жизнь, это физиопроцедуры, сауны, ванны, бассейны и так далее. Все, что может ускорять процесс биодеградации биодеградирующих средств. А это капролактон, который биодеградирует и, соответственно, любые формы таких вот агрессивных моментов могут ускорить процесс биодеградации. Но в целом я отношусь к этому процессу хорошо и сам работаю в этом направлении с точки зрения мини-инвазивных процедур, замечательная находка. И очень интересно еще вот какой момент, когда слишком выраженное зияние половой щели, когда мы видим послеродовые широкие разрывы или же рубцовую деформацию задней стенки влагалища, задней спайки, когда зияние настолько выраженное, что пациентка не может полноценно обхватить влагалищный конус или перинеометр, или же мэджик кегель, или же тот же эритромиостимулятор и, соответственно, не может тренироваться в рамках реабилитационных мероприятий, о которых сегодня была речь, то для механического сужения мы накладываем вагинальные нити, мы как бы временно сводим эти мышцы для того, чтобы был доступ эритромиостимулятора и в дальнейшем тренажеров. И тогда уже нарабатывая тонус мышц, она восстанавливает эту функцию. Естественно, если мы исключаем грубые разрывы мышц, когда мы исключаем разрывы пуборектальных мышц, пубокцигиальных, леваторов, то есть понятно, что после осмотра мы смотрим на диастаз, и если это просто поверхностный диастаз, то мы назначаем наложение вагинальных нитей. И дальше, где подробнее можно узнать об упражнениях Брауэра, как повысить комплайнс пациента по проблемам пролапса. Но это больше по поводу упражнений Брауэра открытый доступ в интернете, вы можете загуглить упражнения Брауэра и сразу же Яндекс или Гугл выдаст вам более тысячи, наверное, ссылок на эти упражнения. Проблем нет. Если не найдете, можете ко мне обратиться по телефону или на имейл, я вам спрошу ссылки. Как повысить комплайнс? Это все-таки, конечно, маркетинг, работа с уже не медицинскими процессами, а уже с вашим отношением, с доверительными отношениями между вашими пациентами и вами лично, ваша заинтересованность в ее результативности. Когда вы будете заинтересованы в ее результативности, тогда и она, почувствовав это, будет работать с теми тренировками, теми способами коррекции, которые вы и назначаете, теми же таблетками и так далее. Как только пациентка почувствует, что вы назначаете тот или иной пул обследования или лечения, потому что это есть стандарт чего-то или просто, так скажем, да, в этом направлении есть какая-то тактика, которая вами не интересна и, может быть, не так прочувствована вами, пациентка никогда не возьмет, не пойдет в аптеку и не купит тебе препараты или не начнет реабилитироваться с помощью тех тренажеров, о которых мы говорим. То есть только когда вы ее, когда вы это почувствуете в себе, сила в себе, что это будет работать, когда вы поверите в эту методику, только тогда вы сможете донести пациентке эффективность этих методик, только тогда она будет с ними работать. То комплайнс только вот в этом и заключается, когда врач видит эффект, видит свои собственные наработки, видит наработки специалистов, занимающихся этими методиками и, веря в это, передает свое отношение пациенту. Планируются четвертые роды через ЕРП, а предыдущие роды крупный плод. На первом этапе, на этапе второго и третьего триместра какие мероприятия рекомендуете? Первый вопрос. Второй вопрос. Рекомендуется ли введение филеров через какой срок после родов? Значит, на этапе второго и третьего триместра, если нет угрозы прерывания беременности, она может спокойно проходить реабилитацию второго этапа, то есть работу с влагалищными конусами или же работу с перинеометром. Чаще всего мы рекомендуем работу с влагалищными конусами, потому что динамические тренировки, когда она сокращает, расслабляет тазовую диафрагму, могут вызывать тонус матки, повышение тонуса матки и неприятные ощущения. А статическая тренировка, когда она сжала мышцы тазового дна и какое-то примерно 10-15 минут просто удерживает их в вертикальном положении либо при этом двигается в домашних условиях по квартире, гораздо легче переносится такой пациенткой и меньше рисков агрессивного сокращения матки, повышения тонуса. Пожалуйста, она может заниматься тренировками, она может заниматься, опять же повторюсь, специальными упражнениями и с фитболами, и растяжениями мышц тазового дна и растяжением задней спайки с помощью растяжения пальцевого. Второй вопрос, рекомендуется ли введение филлеров, но это уже в зависимости от визуальной картины, если у нее, как я бы показал вам пример, свой клинический пример, если у нее есть липодистрофия больших половых губ, если у нее есть перерастяжение задней спайки или истончение задней спайки, приводящее к половым девиациям, сексуальным снижением чувствительности, с появлением различных форм рецидивирующих баквагенозов, соответственно, да, с симптомами зияния задней спайки, зияния и влагалища, конечно, мы можем вводить фиберы. При снижении оргазмической функции клитерального оргазма, мы видим гипертрофию мантии после родового, при растяжении верхней трети малоплавой губы, мы можем стабилизировать ее с помощью введения туда препаратов на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты. То есть, в этой ситуации это только визуальная картина, поэтому такие общие штрихи, наброски рекомендательные, я могу сказать, не более чем. Дальше, следующий вопрос. Данные тренажеры приобретаются индивидуально для каждой женщины или подлежат обработке? Конечно же, это индивидуальные тренажеры и, конечно же, они приобретаются индивидуально, либо вы можете, если у вас позволяет есть возможность в аптеке, аптекой закупать вашим учреждением, то вы закупаете аптекой и, соответственно, она покупает у вас в медицинском учреждении, либо направляете ее в аптечную сеть или же в интернет, где она может приобрести данные тренажеры. Напомните, пожалуйста, про опросники, о которых вы упоминали. Опросник FCFI – это Family Section Disfunction Index – индекс сексуальной дисфункции, это международный опросник сексуальной дисфункции, опросник дисфункции тазового дна, анкетирование по SF36, анкетирование по неистоятельности мышц тазового дна, это то, что мы используем в нашей практике. Опросник по недержанию мочи, дневник мочеиспускания при наличии каких-либо форм нарушения мочеиспускания в виде гиперактивности, нейрогенности, стрессовой инконтиненции или же смешанных форм. В принципе, этих опросников много, опять же, если интересно, я могу вам лично набросать какие-то конкретику по своим методикам, по своим опросникам. Здравствуйте. Ваше отношение к перинеопластике с использованием нитей Дермофил? Галина, я надеюсь, что я уже ответил предыдущим вопросом по поводу нити и надеюсь, что мой ответ вас устроил. Я использую, конечно же, нити Vagina Narval, сертифицированные для гинекологии. После кесарево сечения такую же восстановительную терапию проводить или нет от Натальи? Значит, вот вопрос к родоразрешению. Кесарево сечение не является источником здоровой промежности после родового периода. Мы понимаем, что начиная с 2-3 триместра, когда идет перерастяжение фасции, идет рост матки, рост увеличения плода, естественно, появляется такое же давление на тазовую диафрагму. И, конечно, роды через естественные родовые пути будут более агрессивны в отношении тазовой дисфункции, но не полностью кесарево сечение исключает возможность недержания мочи после родового периода или диастаз мышц. То есть, в этой ситуации кесарево сечение не равно профилактика дисфункции тазового дна. Поэтому ту же терапию мы назначаем девушкам в послеродовом периоде с целью профилактики и с целью восстановления тазового дна. Какова примерная стоимость кубического писаря? Тактика ведения женщины со швами на промежности. Тактику ведения женщины со швами на промежности я уже говорил на лекции. Повторюсь, если пациентка самостоятельно может эвакуировать писарий кубический, не вызывая травму швов, травму промежности, пожалуйста, она может делать это все в домашних условиях. Мы просто рекомендуем более редкие эвакуации 3-7 дней. Если же она не может эвакуировать кубический писарий и чувствует неприятные ощущения и может быть усиление кровенистых выделений, то, конечно, она должна посещать врача-кушерогинеколога на поликлиническом звене и тем самым нивелировать все возможные риски несостоятельности швов. В отношении цены, пожалуйста, интернет ваш друг, я по ценам не ориентирую. Значит, вы, как всегда, интересно... Угу, спасибо. Будет лекция по нитиму. Если захотите, конечно, сделаем. Лекция по нитиму, на самом деле, интересная. Я думаю, что, может быть, мы ее и правда сделаем. Так. Раньше послеродовая палата проходили на второй день после родов врачи ЛФК, но потом их сократили. Это не вопрос, а крик души. Вот, Ольга, абсолютно с вами согласен. Вот, возвращаясь к вопросу качественной реабилитации, раньше лечебные физкультуры, физиотерапевтические кабинеты работали на полную мощность, и мы замечательно реабилитировали женщин с такими симптомами, и получали колоссальные эффекты, и девушки у нас ходили четвертый, и третий, и четвертый раз рожать, и не было таких вот выраженных процентов несостоятельности опущения, выпадения и держания мочи. И сейчас же по каким-то техническим моментам сокращение идет не только в роддомах, но и в больницах, и мы видим колоссальное ухудшение состояния по Российской Федерации. Поэтому я с вами полностью согласен, нужно возвращать все эти реабилитационные мероприятия. И больше того скажу, в женских консультациях сократили школы материнства, которые необходимы, просто колоссально необходимы для реабилитации и подготовки родовых путей. То есть вот это исключение такого звена вызывает сейчас уже агрессивные проблемы, которые требуют уже хирургической коррекции. Поэтому мы идем на школу материнства непонятно кому. К сожалению, чаще всего это просто заработок денег, какая-то девушка без образования медицинского проводит дыхательные упражнения и всякие различные йоги и так далее. То есть в этой ситуации опасно просто идти на реабилитацию неизвестные учреждения. Мы сейчас, я сейчас лично и наши коллеги проводят обучение таких школ, в таких школах специалистов. Иногда это на самом деле специалисты без медицинского образования, но все равно мы проводим обучение. Мы всегда с некоторыми ведем на контроль, ведем их. У нас есть наши коллеги и врачи и средний медперсонал со школами, которые проводят обучение через интернет. Также вебинарные площадки замечательные, которые позволяют девушке не выходить из дома и реабилитировать мышцы тазового дна через онлайн, посредством интернета. Это групповые занятия, это индивидуальные занятия. Поэтому у нас полный закрытый цикл и я надеюсь, что он только будет расширяться. Кстати, в среду будет вебинар для пациентов. У меня тоже говорящие о том, что мы должны проводить такие вот онлайн-курсы для снижения таких вот моментов приезда, отъезда и временных рамок и для улучшения комплайенса между пациентом и врачом. Скажите, пожалуйста, технологиями БОС занимается физиотерапевт или это может быть врач-чургинеколог? Это может быть даже ваша медсестра, потому что никаких специализированных лицензий не требуется для проведения тренировок мышц тазового дна. Пока что это хорошо. И соответственно элитромиостимуляция в условиях поликлинического звена и БОС терапия в условиях поликлинического звена может проводиться врачом и бушером-гинекологом, урологом, неврологом, потому что в принципе эти аппараты позволяют еще и работать в рамках лечения тазовой боли и так далее. И даже сексологом, потому что психологом, потому что данная аппаратура позволяет еще работать с эректильными дисфункциями мужчины и женщины. Поэтому спокойно работать без сертификата в овощах в жире гинеколога с дипломом можно по методикам элитромиостимуляции. Какой лазерный аппарат вы используете для лечения крауроза? На данном этапе я работаю с СО2 лазерным аппаратом в режиме стемпа, это фракционный фототермолиз, микроаблетивный. Хотя у меня был опыт работы на эрбивом лазере и на различных аппаратах, имею ввиду разных компаний, и как раз таки поэтому я так легко и спокойно говорю, что разницы между эрбивым и СО2 лазером нет, как об этом кричат различные представители компаний. Просто, опять же, потому что через свой опыт я пронес, работая в рамках протокола, который мне давали конкретные компании, я получал эффективность и не получал осложнений. Значит, видимо, здесь клиническая какая-то задача. Беременная, беременность третья, роды вторые. После второй беременности вследствие разрыва промежность не восстановлена. Половая щель зияет отмечает ухудшение половой жизни. Можно ли сразу после родов провести пластику промежности? Спасибо за лекцию. Спасибо, Диана. Значит, вот, кстати, очень интересное наблюдение мое. Ко мне приезжают девушки не в обиду акушерам российским, но ко мне приезжают девушки из Америки после рода разрешения через, естественно, родовые пути. И если я смотрю на их промежность, иногда просто я не понимаю, рожала она или нет. То есть, насколько хорошая проводится перинеотомия после родов, сразу после родов акушером, и насколько, к сожалению, часто я вижу проблемы с перинеотомией после родов в Российской Федерации. Да, разница колоссальная. К сожалению, опять же, не в обиду врачам, но вот у меня есть такая статистика, личный опыт. В данной ситуации я думаю, что нужно, конечно, более тщательно подходить к восстановлению тазовой функции. Ну, опять же, да, все мы проходили ординатуру, и помним о том, что чаще всего тазовое дно зашивает врач либо ординатор, либо специалист молодой начинающий, так скажем. Да, может быть, в этом проблема, может быть, нет. Но я хотел бы, конечно, на это обратить внимание, на то, что если мы правильно восстановим тазовое дно в родах, то таких проблем можно будет избежать. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, можно ли после родов провести пластику промежности? Теоретически можно. Опять же, в послеродовом периоде, через полтора месяца мы смотрим на тазовое дно. Если она не проводит грудного вскармливания, естественно, мы можем какие-то формы оперативного вмешательства предложить ей. Опять же, все зависит от ее желания. То есть, в данной ситуации фокус внимания, конечно, на ребенка, но и мы пытаемся отложить эту процедуру на какое-то неопределенное время, пытаемся вывести ее на консервативный путь реабилитации, но иногда пациентка, мы упираемся в стены, пациентка требует оперативного вмешательства, конечно, мы не можем ей отказать. В рамках женской консультации есть ли возможность у женщины использовать электромиостимуляцию? Конечно, есть. Вы можете приобрести электромиостимулятор стационарный и, соответственно, проводить такие процедуры в условиях свободного кабинета вашей женской консультации. Либо направлять ее на домашние тренировки с использованием электромиостимуляторов домашних. Либо можете приобрести магнитный тренажер, это кресло, которое позволяет, не раздеваясь пациентке, получать тот импульс и возбуждение мышц тазового дна, который поможет ей реабилитировать мышцы тазового дна. На седьмые сумки после родов на приеме женской консультации неполное выпадение половых органов, был разрыв промерности второй степени, заживление швов частично, вторым таичным натяжением. Какая тактика ведения? Здесь установка кубического писария, подбор кубического писария по размерам, ношение кубического писария, перфорированного в ближайший послеродовый период. После этого контроль, если она может самостоятельно удалять кубический писарий, соответственно, она может к вам вернуться через месяц. Через месяц после стандартного обследования УЗИ, исключения субинволюций и каких-либо еще форм нарушений мы, естественно, можем уже дальше предложить ей либо тактику выжидательную, если она кормит грудью, либо оперативную в отношении выпадения половых органов в зависимости уже от индивидуальной ее особенности. То есть, в этой ситуации первым этапом это будет профилактика ношения кубического писария к правильным подобранным размерам, чтобы он не добил на мочевой пузырь, на прямую кишку. Обязательно, конечно же, перфорированный, чтобы не было застоя лохи. Где кубический кубический писарий, Елена? Опять вопрос. Я надеюсь, что представители компании УК вам сбросят ссылки, где можно приобрести их. Я не имею права рекламировать никакие компании и сайты. Спасибо за лекцию. Рекомендуете ли вы послеродовом периоде назначение препарата гиалуроновой кислоты местному? Жаль или Этинова? Значит, как мы уже знаем, любые гиалуроновые кислоты в креме или в мазе не проникают трансдермально или субмукозно, потому что молекула слишком большая в сравнении с межклеточным матриксом дермы или мукозы. Поэтому в данной ситуации данные гели, есть еще хороший немецкий гель, который сертифицирован в Директор Альпийской Федерации. Данные гели, они просто увлажняют поверхностно, то есть создают некий такой фон, пленку, биопленку для увлажнения, но никаким образом они не проникают субмукозно, не проникают субдермально. И именно эффект от гиалуроновой кислоты, какой мы хотим увидеть, мы не видим данной ситуации. Здесь просто увлажнение внешнее, вот и все. Поэтому, конечно же, можно рекомендовать, если у нее выраженная сухость, но для того, чтобы акцентировать внимание на ее проблеме, на проблеме ксироза сухости, более глобальной, нам нужно понимать, какую тактику выбирать. Либо это просто улучшение кровоснабжения и выработка собственных, открытие собственных форм преддверия влагалища, то есть стимуляция желез преддверия влагалища за счет электромивостимуляции, тренировок мышц таза в дна и так далее. Либо уже проведение аугментации нативной гиалуроновой кислотой либо филлерами и так далее. Как вы относитесь к гелию дианатал? Есть ли какая-то статистика эффективности? Честно говоря, этих гелей так много, что этот конкретный гель выпал из рациона моих знаний, поэтому предпочитаю, посмотрю, пока никак не отношусь. Какой размер кубического писания нужно рекомендовать после родов? Мы проводим исследование состояния PH, расстояние по переверку органов с pulmonic quantification либо пульцевое исследование передние и задние размеры, боковые размеры. Пульцевое исследование позволяет нам выявить расстояние между передней и задней стенкой и боковыми стенками и подобрать размеры. То есть это вы подбираете сами индивидуально. А также есть размер по международной классации первых органов с pulmonic quantification. Это PH, да, от наружного отверстия уретры до задней спайки. При исключении каких-либо пластик, то есть если раньше не было никаких пластиков или же в этих родах и не зашивали промежность, то мы смотрим расстояние от задней спайки до передней наружного отверстия уретры и это расстояние является расстоянием ребра кубического писария. Либо пульцевое исследование передний и задний размер, боковой размер. Это также расстояние ребра кубического писария. И в размерной линейке есть такие расстояния в миллиметрах, после чего мы подбираем уже ношение кубического писария. Скажите, пожалуйста, о механизме действия кубического писария. Ну, опять же, мы все знаем замечательные влагалищные кольца, но мы понимаем, что кольцо установленного влагалища, оно поворачивается и, соответственно, является просто народным телом. То есть в таком положении при диастазе мышц тазового дна, оно не может укрепиться, потому что если бы не было бы диастаза и вульва как цилиндр было полноценно, то, конечно, кольцо установленного влагалища позволяло бы его удержать в таком положении, и то не всегда, потому что пациентка при движении создает некое действие, сократительная активность влагалища, и кольцо все равно поворачивается в такую позицию перпендикулярно. Поэтому в данной ситуации, а тем более с диастазом оно не удерживается в таком положении, поэтому в данной ситуации именно форма кубика позволяет не поворачиваться этой форме во влагалище, а быть строго в том месте, куда мы его установили. Тем самым поддерживать как фундамент, как подпорка, поддерживать переднюю стенку, поддерживать заднюю стенку, поддерживать опекальную стенку. То есть давления энтероцели нет, потому что у нас здесь есть инородное тело, да, но хоть и перфорированное, но оно все равно держит. У нас нет давления сверху, абдоминальное давление на тазовую диафрагму идет, мочевой пузырь опускается, он упирается на кубический писарий и не происходит пролоббирования. То есть это естественная физиологическая подпорка в тазовой диафрагме. Именно по этому механизму он работает. И тем самым происходит рефлекторное удержание стенок, улучшение кровоснабжения. Потому что как только какая-либо стенка выходит за пределы, естественно натягиваются все кровеносные сосуды, нервы и нарушается кровоснабжение, нарушается лимфоотток, нарушается иннервация, мы понимаем, что происходит нарушение атрофики и соответственно появляются различные формы ухудшения состояния или же неэффективности революционных мероприятий. То есть в данной ситуации мы исключаем, мы убиваем сразу четырех зайцев и улучшение кровоснабжения иннервации, улучшение лимфотока, профилактика опущения механического и опять же физиотерапевтические работы, говорящие о том, что реабилитация связочного аппарата позволяет в покое сократить связку, которая якобы раньше все говорили не сокращалась, но пожалуйста прочитайте работы физиотерапевтические и лечебные физкультуры, связка в покое сокращается до 50%, то есть соответственно и даже есть такие симптоматики, когда пациентка долго носит кубический писарий, через 4-5 месяцев, различные формы опущения, когда необходимо носить так долго, через 4 месяца пациентка говорит о том, что мне этот писарий уже не подходит, он слишком большой для меня по форме, да, то есть хотя она не реабилитировала тазовое дно, например, не тренировалась и так далее, она продолжала свой образ жизни, поднимала тяжесть с кубическим писарием и у нее все равно происходит некая реабилитация, то есть сокращается связочный аппарат именно за счет улучшения кровоснабжения, трофики и репаративных процессов организма, организм живой естественно и происходит репарация, поэтому механизмов действия кубического писария здесь много и мы видим эффективность, это конечно же не лечение, это профилактика, но легкое лечение тоже есть после установки вагинальных нитек, когда разрешаем беременность, как только мы разрешаем ей половую жизнь, а это спустя месяц, то пожалуйста она может сразу забеременеть и это не будет являться причиной для каких-то наших страхов, да, то есть в течение 9 месяцев вынашивания, с ниткой ничего не случится и в родах опять же никаких проблем не будет с ограничением родоразрешения. Имеется ли право гинеколог вводить парауретеральный филер не являясь урологом в прорвовом аспекте? Если мы говорим про лечение филерами, то пока ограничений никаких нет, то есть если мы не используем в парауретеральных инъекциях цистоскоп с рабочим каналом, то никаких ограничений нет. Мы имеем право кастеризировать пациентку, мы имеем право проводить цистоскопию диагностическую, мы имеем право вводить периуретерально, не касаясь уретры, инъекционной техникой любое объемообразующее средство. То есть в этой ситуации пока нас не ограничили в правовом аспекте, поэтому если вы не уролог, пожалуйста можете проводить такие процедуры, но без трансуретеральных инъекций. Как рекомендуется обрабатывать писарий индивидуального пользования? Значит, писарий можно обрабатывать проточной водой. Его не требуется, нежелательно его обрабатывать никакими средствами, мылами или же способами кипячения паровой ванны и так далее, потому что каждый химический агент будет являться причиной быстрого растворения материала, потому что медицинский силикон, он очень нежный, именно поэтому он биоинертный, но поскольку он слишком нежный, то и любое приспособление, оно может вызывать химические реакции и его растворение. То есть если мы говорим о том, что пациентке его необходимо будет носить два месяца, три месяца, в зависимости от индивидуальных особенностей, то при регулярной ее обработке с помощью специальных химсредств он может просто деформироваться, стать более хрупким или более плотным, поэтому дополнительной обработки, кроме как проточной водой, можно не обрабатывать, потому что это индивидуальные приспособления. Где вы работаете и как направлять к вам пациентов? Я работаю в Объединенной больнице-поликлинике управления делами президента, это четвертое управление, находимся мы на Мичуринском проспекте, дом 6, в больнице с поликлиникой. Если кто хочет, опять же вопрос к моим данным, кто не успел записать телефон и имейл, помощники менеджера компании ОМК вам обязательно все это пришлют или же вывесят на… да, где-то, где-то вывесят. Значит, дальше, вопрос предпоследний. Выраженный варикоз вен влагалище и в улю после родов является ли противопоказанием для писария? Нет, не является, это наоборот профилактика. Почему? Потому что, опять же, любой диастаз мышц, приводящий к опущению стенок влагалища, вызывает лимфостаз и ухудшение состояния кровоснабжения, вызывает нарушение кровоснабжения, вызывает нарушение иннервации. А восстановив анатомически анатомию тазовых органов, мы восстанавливаем кровоснабжение, иннервацию и тем самым профилактируем этот варикоз. Поэтому в данной ситуации он только будет в плюс. И последний вопрос на сегодняшний день. Пациентка 100 кг. Сахарный диабет. Была проведена экстерпация матки хирургами и влагалище не было фиксировано круглым связком. Обратилась с жалобами на держание мочи. Объективно, опущение влагалища циста цели. Как лечить? Ну, штрихи поверхностных рекомендаций, потому что, конечно, по такому анамнезу тяжело очень сориентировать и сориентировать вас. Значит, минимально это ношение кубического писария. Он не будет являться никакой причиной для формирования язды кубитальных, поскольку, опять же повторюсь, материал биоинертный и не бойтесь сахарного диабета. Рекомендовать только нужно ей использовать любрикант на водной основе или же вазелин. Рекомендовать ей нужно обязательно удаление этого писария ежедневно, опять же, для профилактики возможных каких-то застоев, слизи во влагалище. При такой массе тела достаточно все отечное и, естественно, лимфостаз там есть в малом тазу. Поэтому рекомендуем ежедневное удаление на ночь. Хотя, конечно, я думаю, что ей будет тяжело ее самостоятельно удалять, но все-таки она должна к этому будет привыкать. Значит, кубический писарий профилактирует недержание мочи. Чаще всего мы видим улучшение состояния. Если же нет, если же не такое назначение, то, опять же, можем рекомендовать ей повторное оперативное вмешательство. Хотя здесь различные есть эксогенитальные патологии, приводящие к ограничениям в отношении оперативного вмешательства. Это уже выбирает анестезиолог по анестезиологическому пособию, противопоказания и показаний. Но, в принципе, я думаю, что это больше профилактика. Профилактика повышения качества жизни – это ношение кубического писария. Можно и ввести объемобразующее средство в периоратуральную зону в цель лечения недержания мочи, если кубический писарий не повысит эффективность, если не снизит симптомы недержания мочи. Еще добавились два вопроса. Так, огромное спасибо за лекцию. Очень приятно. Обязательно хотелось бы на лекцию. Это уже не вопрос. Спасибо, Мариета. Надеюсь, что как-нибудь мы сделаем лекцию по нитям. Спасибо большое всем за внимание. Интересные вопросы. Надеюсь, что я все объяснил доступно. Надеюсь, что вы меня услышали правильно. И, конечно же, давайте работать вместе. Вместе проводить исследования, исследования в рамках реабилитации, в рамках профилактики для того, чтобы возвращать былые лечебно-физкультурные мероприятия, комплексы мероприятий ЛФК, возвращать и возрождать физиотерапевтические мероприятия и повышать качество жизни наших девушек и качество жизни семейной пары. Спасибо большое за внимание. Всего доброго. Удачи, успехов и любви. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok